Жители округа получили гарантированные региональные соцвыплаты. Почти 90% поступивших в окружной бюджет январских доходов направлены на обеспечение гарантий гражданам, которые относятся к различным категориям льготников. По словам советника губернатора по социальным вопросам Сергея Свиридова, те меры соцподдержки, которые были ранее, сохранились в полном объеме. Традиционно в начале года ситуация с доходами сложнее, чем обычно. Поэтому регион взял казначейский кредит под низкий процент, чтобы обеспечить своевременное перечисление социальных выплат. С начала года в окружную казну поступило 75,1 миллиона рублей. Социальных выплат осуществлено на 67,2 миллиона. Перечисления реализованы в два этапа – 20 и 23 января. В частности, в понедельник жителям округа перевели самые массовые социальные выплаты за декабрь. Общая сумма платежей составила около 50 миллионов рублей. Остатки средств и небольшие поступления на сегодняшний день позволили выплатить выплаты материнцам. Материнцам – это пособия на детей, выплаты, которые связаны с ветераном труда, выплаты по процентам по субсидиям на ипотечное кредитование, субсидии по ЖКУ. И вот сегодня уже граждане, вероятнее всего, получили самая большая выплата – это так называемое 300. И выше, те, которые граждане получают, это дети воины, труженики тыла. Они перечислены на сегодняшний день, исходя из января за декабрь, в полном объеме. Все остальные мы также планируем в ближайшие 2-3 дня перечислить. То есть мы до конца января, все меры соцподдержки, которые предусмотрены к выплате в январе, за декабрь, мы их произведем в полном объеме. Более 12 тысяч людей высокого возраста получили компенсационную доплату к пенсии. На эти цели бюджет направил 45 миллионов рублей. Размер выплаты составляет для детей войны 7 тысяч рублей, для тружеников тыла 9 тысяч 100 рублей. Пенсионерам выплачивается 2 708 рублей или 3 100 рублей в зависимости от стажа. Кроме того, были перечислены выплаты неработающим пенсионерам и инвалидам на содержание детей в размере 10 тысяч рублей, а также ежемесячные выплаты за декабрь на детей-инвалидов в размере 10 тысяч рублей. 20 января органам социальной защиты удалось закрыть задолженность за ноябрь. Это социальные выплаты по ипотечным кредитам, монетизация ЖКУ, ветеранам труда, субсидия ЖКУ и другие. Также перечислено ежемесячное пособие на ребенка за декабрь. Много вопросов вызвало выплаты, которые предусмотрены сегодня и уже произведены 15 семям. Это компенсация за земельные участки многодетным семьям. В настоящий момент нашим департаментам подготовлены изменения в окружной закон, которые предусматривают положение о том, что они не будут учитываться при определении доходов населения. То есть мы планируем выйти на февральскую союзию собраний депутатов, придать этому закону обратную силу. И те выплаты, которые были произведены, они уже в объеме доходов не будут учитываться. Это так же, как те 5 тысяч, которые предусмотрены сегодняшний день пенсионерам. Они отдельной строкой предусмотрены, что они не учитываются, и мы с такой же инициативой вышли в собрание депутатов. До ноября 2016 года жители округа получали все выплаты авансом в начале месяца. Из-за сокращения доходов бюджета срок выплат был перенесен на месяц, следующий – за отчетным периодом. Как ранее пояснил советник губернатора Сергей Свиридов, соцподдержку за январь жители будут получать до 20 февраля. При этом сроки перечисления средств не поменялись. Рубеж 20-х чисел каждого месяца будет сохранен. Ирина Нежалова, Антон Водряков, Телеканал Север.